Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает в Ападом». И сегодня вы за моей спиной можете видеть целый ряд книг. Книги небольшого объема, в мягкой обложке, замечательно иллюстрированные. Это серия издательства «Насти и Никита». Она посвящена самым разным выдающимся людям. Тут у нас и Станиславский, и Владимир Шухов, и Леонардо да Винчи. Еще древние подметили, что все достижения науки, цивилизации, человеческого общества удобнее всего рассказывать юным, показывать маленькому читателю на примере биографии их создателей. Ну, поучительны примеры из жизни, понимаете? Интересно обсуждать то, что происходило в той или иной век с тем или иным героем. И уж потом, возможно, наступит время для получения точного знания в биологии, в геометрии или в астрономии. Потому что, когда человек растет, ему нужен, прежде всего, пример для подражания. Пусть он никогда не станет изобретателем, он никогда не станет медиком или инженером, но он, по крайней мере, почувствует, каково это найти свое призвание и соответствовать ему, посвятить свою жизнь великому делу. Даже если она, как у героя сегодняшнего моего рассказа, у Владимира Ивановича Даля, вовсе не предназначена была к филологическому труду и была насыщена военными, драматичными, даже страшными событиями. Вот Александр Ткаченко написал самую короткую из возможных, вероятно, и очень при этом содержательную и очень увлекательную биографию Владимира Даля, которая слабо знакома, надо сказать, не только отечественному ребенку, но и, я бы сказал, современному студенту даже. Его книга – это повод для настоящего приключенческого романа. Я думаю, что многие из взрослых моих слушателей, полистав эту книгу, с удовольствием полезут, ну, хоть в Википедию на ходу и конец, а то и в хорошую литературу за подробностями биографии Даля. Поискать и не найти второго такого героя и, вторых, таких поворотов, я бы сказал, совершенно авантюрных. Во-первых, он был медиком, как и, впрочем, многие известные русские писатели. Во-вторых, он был военным медиком. Он закончил в городе Дерпт, это Тарту нынешний, значит, университет, и сразу вместе с другими медицинскими студентами был, значит, отправлен на войну, потому что врачей не хватало. В России было много войн, но турецкий поход, в котором участвовал Даль и другие военные компании, вот просто-таки отличались различными, ну, я бы сказал, кошмарными совершенно подробностями. И, конечно, это были очень страшные, очень такие героические моменты истории. Учился он вместе с Николаем Пироговым, ни много ни мало, тем самым Пироговым, который знаменитый хирург. Оперировал он в поле, оперировал, как многие из будущих врачей, в условиях колоссальной антисанитарии, нехватки всех медицинских средств. И, в общем, тысячи раненых, которые более суток лежали и ждали, пока до них доберется очередная врачебная команда, это, в общем, не самое приятное зрелище, и уж никак не располагающее к каким-то филологическим трудам. Однако, с самого своего детства не расставался с 17 лет, значит, с юности Даль с записной книжкой. Не расставаясь с ней, он все время записывал, выспрашивая различные слова. Книга, собственно, биография Ткаченко, которую нам рассказывает автор биографии Даля, открывается призывом оценить, посмотреть, заглянуть и полистать в четыре огромных тома словника, которые содержат более 200 тысяч статей. Это огромное невообразимое богатство. Ведь каждая статья, говорит нам Ткаченко, это маленькая история из народной жизни, из крестьянского быта или просто из русских реалий, исторических или каких-нибудь хитрых таких, узкоспециальных. Здесь и говоры, и диалекты, и устаревшие слова, и слова, которые, значения которых нам сейчас не пригодятся, потому что сами реалии ушли из нашей жизни. Ну, не нужен нам ухват сейчас. Мы чугунки из русской печи не достаем по большей-то своей части. Но само слово и прилагательное, ухватистый, то есть удобный такой, умелый, оно осталось в русском языке, оно нам страшно нужно. Это иллюстрируется в книге целым разворотом, где многие поговорки и пословицы, и выражения проиллюстрированы художником. И вы легко убедитесь вместе с юным читателем или слушателем, насколько это важно и для современного языка. Владимир Даль, еще раз говорю, биография такая, что просто начинал именно как морской медик, как моряк, и вместе с Нахимовым ни с кем-нибудь плавал под его командованием на корабле. Он быстро был списан на берег, но военным, как я уже говорил, значит, не перестал быть. Александр Ткаченко нам аккуратно рассказывает часть таких вот запоминающихся эпизодов из биографии Дали. Хотя вообще, в принципе-то, конечно, мы ждем от биографа обстоятельного рассказа о дружбе с Пушкиным, о значении, проделанной Далем работы, об его уважении, которое он, значит, в литературных кругах имел. Ведь, конечно, Пушкину последние три дня, когда поэт мучился, уже смертельно раненый, Даль послужил в качестве доктора, но и в качестве близкого друга. Он пытался как мог облегчить его в муке, но, к сожалению, поэт умер, и Даль хранил как драгоценность величайшую кольцо Пушкина, носил его на пальце. То есть вот таким вот эмоциональным эпизодом передается огромный, очень сложный биографический материал, который, в принципе, по-другому как бы для маленького ребенка и не расскажешь. Все значение словаря Даля будет, мне кажется, читателем этой книги оценено по достоинству позже, когда он будет знакомиться с русской классикой, когда ему как раз понадобятся эти словарные знания. Чем больше ты знаешь слов, тем более ты укоренен в родной язык или в иностранный язык, если его учишь. Значение каждого из этих знаний, значение не обязательно употреблять, но понимать обязан. Знание, значение каждого из этих слов, это и есть то самое богатство языковое, к которому мы все стремимся. И вот эта биография с похищением будущего словаря, записей было столько много, что они уже в мешках были навьючены на отдельного верблюда. Вот этого верблюда турки похитили, и солдаты, видя горе, дали для Владимира Ивановича этого верблюда, отбили обратно. И таким образом словарь был спасен. А история с мостом, собранным из досок, плотов и бочек, когда при отступлении Дальф фактически спас весь Орергард, целую воинскую часть, герой. И потом под пулями неприятеля обманутого, как я вам не расскажу, там при помощи чего, прочитайте в книжке, ну вдруг вам станет интересно. Вот он под пулями переплыл реку до конца и спасся. Герой, герой, безусловно, стопроцентный. Фантастические совершенно эпизоды из биографии. Все это рассказано увлекательно для маленьких детей. Да, возможно, за этой авантажностью, за этой приключенческой привлекательностью кто-то скажет, потерялось главное. Но главное, оно всегда с нами, оно нисколько не потерялось. И самое важное, что прекрасно выполняют это и другие книги издательства Настя и Никита, это привить любопытство, любознательный интерес ребенка к таким вот фигурам, титаническим, я бы сказал, в нашей истории, и к их литературному труду. Подвиг бывает разный. Вот это очень важные слова, спасибо за них автору. Бывает такой подвиг, который незаметно длится десятилетиями, однако это подвиг, потому что даже на смертном Андре, дочери, по-моему, Даль сказал, запиши словечко. Вот он все еще все дополнял свой словарь, всю свою жизнь он вложил в эти громадные тома. И сейчас это наше сокровище, национальное достояние. Вот такой вот Владимир Даль. Читайте, наслаждайтесь, и пусть великая русская литература всегда будет с вами.